Ребята, всем привет! Короче, с Рождеством вам, да? Что сегодня, с Рождеством? Вот, пришел я к бабушке, к своей вот, любимой, в гости, как я в предыдущем ролике говорил, сегодня выбрался до нее, будем готовить сегодня у нее, что будем готовить, я еще толком не знаю, наверное, сварганим какие-то рулетики с печенкой, с беконом, там, какую-то рыбку в духовке сделаем вкусную, ну, в общем, все, сам увидите, там, пальчики облизывать будете потом, вот, что вам бабушка вот хочет что-то сказать, вот, не знаю. Ребята, почему моему внуку вы так мало ставите лайков, пальцев вверх? А просмотров мало? А просмотров очень много. Да. А хейтеры, идите лесом. В общем, все, ребят, перебрались мы на кухню, у меня в руках лежит форель, речная, малек, которую мы сегодня будем фаршировать на овощной подушке, запекать ее будем в фольге, наверное, в духовке, с интересным каким-то соусом сделаем, зафаршируем, и вообще получится очень интересно и вкусно, надеюсь. Это пока. Сейчас я переступлю к сковородке, пока буду карамелизировать лук, обжаривать кольцами с болгарским сладким перцем, вот. Ну, а потом мы будем готовить рулетики, как я вам сказал, из бекона с печеночным паштетом. Ну так, что, ребятки, сковородку мы нагрели, лук порезанный полукольцами, по-другому никогда не режьте, только полукольцами. Сейчас будем обжаривать лучок с перчиком. Перчик я сейчас тоже порежу, кстати. Вот, почикую и тоже туда заброшу. Так, ну вот. Ребят, я в начале ролика сказал, что я там что-то карамелизирую, чуть-чуть оговорился мне обращать внимание. На самом деле я просто пассирую и обжариваю лук с красным перчиком на сковородочке, на оливковом масле, на подсолнечном. Можете даже чуть-чуть добавить соевого соуса, потому что эта вся подушка овощная пойдет в рыбку, хуже не будет. Но тогда просто будет поменьше садить рыбку, потому что рыбка нежная, а соевый соус, он соленый. Все знаете, да, молодцы. Для рыбки будет соус, который мы будем поливать рыбку с приправами. Я сюда положила томаты, заранее принесла очищенные, немного. Полила две ложки растительного масла. Сюда же добавила соевый соус, тоже принесла обычный. Положила чуть-чуть приправы для рыбы, специально для красной. И выдавила половинку лимона. Все это сюда. Добавила немножко майонеза, потому что рыба будет понежнее. И все это перемешали. Вместе с овощами, луком и перцем мы будем поливать этим нашу рыбку. Укроп, лимон и чесночок позднее добавим. Прямо в рыбку. Сверху. Все, буквально 5 минут провели обжарочку, потому что это еще все пойдет в духовку, сильно не надо. И пока будет остужаться. Сейчас мы пока будем заниматься отбиванием грудок наших молотком. Так, ребята, пока мы занимаемся рыбой, мы еще хотели быстренько на два фронта работаем, обжарить печень. Куриная печень, она пропущена через мясорубку. Добавляется в нее сушеный молотый чесночок. Паприку я уже добавил. Так что вот. По вкусу можете добавить также соль, перец. Да, вот у нас еще есть приправа для мяса какая-то. Тоже пойдет, потому что печень же это почти как мясо. И посолили. Крупной солью. У бабушки другой нет. Для чего мы это делаем? Это будет у нас начинка для рулетиков. Можете чуть-чуть добавить туда лучка, обжарить тоже будет неплохо. Но мы без лука решили пожарить просто так печеночку. Вкусненькую. Так, ребятки. Сейчас быстренько разберемся с рыбой, с форелью. С речной, радужной, с рыбешечкой. Смотрите, что мы сейчас с ней сделаем. Как мы ее красиво сейчас. Так, ребят, смотрите внимательно. Делаем форельки. Вот такие вот небольшие два надреза. Можете сделать побольше. В эти надрезы можете... Нет, это потом. Можете в эти надрезы делать соус. В эти надрезы можете класть лимон, а не соус. Меня тут мама просто сбила с панталыги, показала на соус, и я заговорился. Смотрите, в эти надрезы запихивайте дольки лимона. О, чеснока, все вообще. Тоненько нарезанный чесночок. Сердцевинку в чесноке можете вот эту убирать, штучку злую. Можете не убирать, короче. Вот так запихнули. Переворачиваем. И все запихиваем сюда штучку. И сюда штучку. Дальше. Помните, мы с вами обжаривали овощи с перчиком и с луком, помните, да? Вот. Это все у нас пойдет в сердцевину нашей вкусной форельки. Кстати, чесночок можно тоже туда добавить. Пару зубчиков я забыл. Сейчас мы с вами положим. Два пошли в края, и два пойдут сюда. Вот. По одному зубчику на одну рыбку. Рыбки небольшие, ребята, речные. Рыбка небольшая, некрупная, речная. Называется малек. Фарыка малек. Где она водится? Да где-то тут, где только не водится, да. Но мы заказываем из Карелии. Нам привозят. Так, дальше, ребятки. У нас есть лимончик. Не забываем, да? Сейчас все лишнее уберу. Лимончик также, можете, говорить, сделать еще один надрез. Или потом уже после того, как она в духовке приготовится, Можете украсить ее лимоном. Можете запекать с лимоном. В общем, я лимончик положу внутрь. Туда. К нашему перцу. И этому. Дальше. Дальше мы ее вот так вот сейчас сделаем красиво. Заупакуем ее немножко укропом. Вот. Вот. В общем, запихиваем ее укропом. Кто хочет, ребят, можете вот так вот зашить это ниткой или чем-то, чтобы ничего у вас не развалилось. Но так как ты ее вернешь в фольгу, и так все будет шикарно, никуда оно не денется. Вот. Над рыбой можете издеваться вот как хотите. Вот. Видите, вот тут у нее жабры. Можете вот эти толстые веточки укропа ей туда напихать. Можно, можно вот прямо в глазницу ей воткнуть, как вариант. Или в рот. Сейчас покажу вам. Она рот не хочет открывать. Вот. Вот. Вот она. Короче, ребята, вот импровизируйте, издевайтесь над рыбой, как хотите. А теперь, ребята, когда вы ее полностью зафаршировали, поднимаете ее вот так вот одной рукой. И помните нашу начинку, которую мы с вами делали. Мама, с лимоном, приправами. Мама, вам уже вначале все говорила. Солью с перпцем, с майонезом немножко для сока, с помидоркой. Все это здесь. Вкусный сок, в котором будет запекаться наша форель. Да. Но чтобы сок не разлился, бока можно вот так вот поднять. Вот. И кладем туда нашу рыбку. Вот так вот. Все. Вот, считай, весь низ. Мы ее обмазали, считай. И сверху теперь поливаем. Она у нас внизу на соке и вот еще в собственном соку. Вот такая вот красота. Поливаем ее. Натираем, обмазываем. О, да. Вот отсюда берем, отсюда все. Еще прямо. О, чтоб подтекло прямо. Красота. Потом мы еще, конечно, ее откроем, когда она на духовочке готовится, ребята. А сейчас мы ее просто грамотно заупакуем. Раз. Два. В один слой. Ребят, когда готовите в духовке рыбку, фольгу заворачивайте в один слой. А когда работаете на костре, непосредственно в углях, там можно побольше накрутить слоев фольги. Ну и все. Все готово. Ребята, смотрите. И по ходу дела, когда вы ее вот так вот сделаете, нам еще ее нужно будет открыть. То есть, когда она в духовке постоит, мы ее откроем. Потом эту фольгу посыпем сырком, чтобы получилась корочка. Предварительно за 5 минут до готовности. И потом еще немножечко на 5 минут. За 10. Ну за 10, за 5, да, вот. Все, в общем, вот так вот все красиво. Ничего не вытекает. Все там в собственном соку. Все вообще прям ма-бомба. Все скажем, как получится. Так. Ну что, ребята. Вот и приступаем мы ко второму блюду. Рулетики. Рулетики у нас будут из отбивных. Вот с этой начиночкой, которую мы с вами обжаривали. Печеночка. Потом это все заворачиваем в бекон. Получается вот такая вот красивая штучка. В общем, таких штучек мы сделаем много. Потом мы зальем красивым все бульончиком. И также отправим в духовку с нашей рыбкой. Но смотрите, как это все делается. Для начала отбиваем бедрышко, грудку, куриное пили. Естественно, все идет под музыку. Ля-ля-ля, ля-ля-ля. Дальше. Красивенько посолили. Крупной солью. Кто-то у кого-то есть мелкая соль. Без разницы приправа. Можно любую класть. Вот немножко чесночка. Немножко чесночка. Немножко куркумы. Куркумы. Немножко паприки. Молотой паприка обязательно. Естественно, черный молотый перчик. Немножечко, да? Ты уже переборщил. Нет, нормально, что-то. Бекон еще в себя возьмет, бульон. Все там, все это распределится. Дальше. У нас начинка тоже предварительно же была уже солененькая, обжаренная. Вот, печень. Мы в печень тоже кучу же всяких специй добавляли. Чеснок. И чеснок, да. Вот. Выкладываем печеночки. Теперь это все красиво завернули. Вот так вот. Кто-то может использовать шпажки, то бишь, такие, как канапешечки, зубочистки. В общем, вот так вот завернули, ребят. И потом, если боитесь, что у вас развернется, вот у нас-то глубокая форма у нас не развернется, в общем, да? А если вот у вас разворачивается, втыкаете зубочистки туда. Вот. И теперь красиво ломтиком бекона это все, рульку нашу обворачиваем. Вот. Одного бекончика нам мало, мы берем второй и проделаем ту же самую процедуру. И еще раз. Может, у нас рулетики большие? Просто у нас рулетики большие, у нас семья вся большая, крупная, мы любим пожрать. Вот еще. Ха-ха-ха-ха. Вот. Да потом покажем, как мы все тут зальем, все будет готово. Так, ребята, вот такая вот у нас получилась красота. Думали, сюда уместится у нас штучек 12, но они у нас получились больно жирные колобки. Получилось здесь 5 и там 5, того 10. А тем временем мама у нас что делает? Заправку, которой мы зальем наши рулетики. Она немножко вот у нас печени, видите, осталась перетертой, туда добавила лук. Что, значит, туда добавил паприку, пасту, соевый соус лила, я видел. Да-да-да, маслица. Маслица. Майонез, наверное, да, еще будет? Да, маслица. Чуть-чуть майонезика и получится у нас такая балда заливочная, которую мы все зальем. Интересно, что у меня опять нос чешется? Керять. Говорят, нос чешется к пьянке. Я говорю, керять. Что такое керять? Что ты вот керяешь? Апельсиновый сок. Так, ребятки, вот все. Думал, жижа получится. Что-то у нас ничего не жидко. Можно еще вообще, по идее, бы добавить куриного бульончика, ребят, чтобы это было все повлажнее. Маслица что-то только полунать. Сейчас я польюню. Ну вот, короче, да, сейчас еще маслица немножко польем. В общем, у нас так красиво. Лук весь сверху запечется. Я, не знаю, за пять минут до готовности, ребят, за десять, я бы еще сырком посыпал, чтобы образовалась корочка. Но это лично я бы сделал, а вы можете так не делать. И никто еще не пользовался ни разу. Девственница абсолютная. Так же, как у меня дома стоит, ребят, тоже девственница. Я ее даже не прокаливал еще ни разу. Говорят, там надо прокалить ее минут 15, чтобы все было вкусненько. А то там запахи пойдут. Обжигать надо в новой духовке. Я вот слою тоже не обжигал. Девственница вот. И эта девственница. Надо их подружить между друг дружкой. Все. Поставили мы нашу рыбку и рулетики. Температура уже 200 градусов. Наша девственница накалилась. Сейчас откроем быстренько. Он уже все шипит, скворчит. Слышите, из рыбки сок вытекает, из форельки. Ладно. Не будем выпускать тепло. А пока я из остатков курицы, из остатки печени, то, что не хватило в рулетике, решил себе обжарить. Тут с куркумой красоту такую. Домой потом заберу. Или там с макарошками, или с рисом, с гарнирчиком каким-нибудь поем. А то все лишнее осталось. Не оставлять же. Вот, ребята, прошло 45 минут. Смотрим, что с нашей тут рыбкой происходит. Сейчас мы должны все достать и посыпать сыром нашу красоту. Я так понимаю, здесь все очень горячо. Поэтому это все надо тихонечко раскрывать. И посыпать. Вот, первые две рыбки раскрыли. Мама, держи нам сыр, ну не посыпай. Как бы у нас тут камера бы не запотела. Ммм. Форелька-то с овощами-то запеклась. Как сочно журчит, скворчит, пузырит. О, теперь пошли наши рулетики-корсантунчики. Ммм. Тут еще, мне кажется, ничего не готово. Да, что-то оно даже не скворчит, не пузырит. Потому что мы то газ убавляли, ребят, то прибавляли. Мы никак еще не можем научиться пользоваться плитой. Потому что здесь вот рычажки такие, видите, тут на двойку, на тройку ставить. И не знаешь, какая будет температура. Не привыкли. Ну ладно, сейчас мы сейчас еще уберем минут на 10. Все. Сыр запечется и будет красота. Потом попробуем. Ну что, ребятки, все. Достали рыбку, наивкуснейшую нашу форель. Наконец-то она подостыла в течение часа. Вот так вот красиво. Мы ее сначала раскрыли. Потом за 10 минут посыпали сыра, чтобы корочка сырная получилась. Получилась нежная, фаршированная. Паэля, хотел сказать, но форель. Ну вот. Сейчас будем пробовать. На камеру дегустировать не будем. Рыбку будем есть каждый индивидуально. С собой заберем по домам. А рулетики мы сейчас с вами попробуем. Рулетики попробуем, а рыбку я буду кушать уже дома. Ну, по-любому она очень вкусная и сочная. Зачем вам смотреть, как я ее ем и обтекаться с ленями, ребята? Ну это... Смотрите, какая корочка аппетитная получилась. Наши рулетики подошли. Какая красотень, да? Вкусная. Давайте попробуем с вами. Один. Возьмем. Оценим. Продегустируем. Обязательно. О, сколько тут воды, сколько масла. Я полил масло. Мама масло полила. Все, если так смачно получилось, а... А, как будем пробовать? В ресторане, наверное, надо и есть вилочкой и разрезать ножичком, да? Ой, горячо, ребята. Ну, сейчас попробуем наш рулетик. Сейчас я сначала попробую эту, то, что мы сверху полили. Подушечку нашу. Как она тут с сыром. Господи, какой вкус. Шедеврально просто. Бомбический букет просто во рту. О, как все солененько, вкусненько. Знаете? Видите, печеночка тут закрутилась. Курочка сочная вся в соку, собственно, была грудка. То есть она не сухая. Бекончик. Тут сколько тут у нас тут специи только не было. Куркума. Шафран. Паприка. Шафран мы не кладем, а чеснок. Оф, сейчас подую, ребят. Очень вкусно просто вообще. Просто очень горячо. Да, очень горячо и очень вкусно. Сейчас вам пригостировать мама сядет на это же место. Идея была мамина. Шедевр мамин. То есть попробуем, что это за рулет. Выглядит очень красиво. Это все горячо и очень вкусно. Так что, мама, дуй. То будешь так же с открытым ртом сидеть, как я. Особенно вот эту вот начиночку. Пробую вот это все, что с печенью. Вот эта подливка. Она самая вкусная. В ней самый сок. Суховатые рулетики или нормальные? Нет, курочка, конечно, суховатая всегда. Ну да. Потому что она внутри в беконе и в этом во всем, очень даже неплохо. Не ожидала хуже. В общем, у нас все получилось. Соленая. Да. Соль. Соль. Ну мы просто все солили. Хорошо посолено. Да. Но не лишку. Ну в общем, даешь нашим кулинаркам, девчонкам, подписчикам на заметку такое блюдо? Конечно. Так что все. Ну а мы с вами прощаемся. Пишите, ставьте лайк. Всем пока. 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 Пишите, ставьте лайк.